Итак, в России начался новый учебный год. В Ненинском округе за партой сели 6,5 тысяч школьников, в том числе 721-классников. Напомню, 1 сентября в этом году выпало на субботу, однако, несмотря на выходной день знаний, в местных образовательных учреждениях решили не переносить, как это сделали во многих других субъектах страны. Торжественные линейки, банты, яркие шары, букеты цветов и, конечно, школьный звонок. Праздник, когда дети начинают новую жизнь. Репортаж Людмилы Сидейской. Волнительный момент. До начала линейки считанные минуты. С серьезными лицами они то и дело смотрят по сторонам. Еще бы, ведь для первоклассников третьей городской школы здесь абсолютно все новое. Школьный актовый зал едва смог вместить всех желающих. Глава Ненинского округа, обращаясь к ученикам, их родителям и педагогам, заявил, уже в следующем году коллектив образовательного учреждения может отметить долгожданный переезд. Вам предстоит 10 прекрасных лет жизни в стенах этой школы. Я вам завидую, потому что у вас точно еще будет возможность переехать в новое здание, которое мы сейчас строим. А мы планируем, честно говоря, сделать его самым современным из всех в низполтором округе школы. Я надеюсь, что это будет такое настоящее современное, красивое, уютное, учебное заведение. И вам еще точно предстоит там провести много лет свое учебное. Для одних школьная линейка первая, для других последняя. И хотя до выпускного еще целый учебный год, ребята уже задумываются об экзаменах и, конечно, вузах, в которых продолжат получать образование. Задача региональных властей сделать так, чтобы будущие специалисты возвращались в Ненинский округ. Один из потенциальных работодателей – Наринмарский объединенный авиаотряд. Предприятие готово сотрудничать с молодыми кадрами. Первое образование, все летные училища, по крайней мере, очень бесплатно, авиационно-технические, очень бесплатно, поэтому проблем на сегодня нет. Единственное требование к летному составу – очень высокие требования к здоровью. Но если человек захочет приобрести, мы ему всегда поможем, дадим направление для того, чтобы этот человек учился. А это четвертая городская школа. Праздничную линейку по традиции провели на улице. В этом году в образовательном учреждении открылись сразу пять первых классов. Вот они – главные виновники торжества. В руках шары и яркие букеты. Дорогие ребята, добро пожаловать в этот интересный и увлекательный школьный мир. Вас ждет очень много интересного. И рядом с вами всегда будут ваши любящие родители, заботливые. И, конечно же, ваши классные руководители, ваши учителя, которые тоже будут заботиться о вас. Всем вам успехов! В добрый путь! Есть задача, которая стоит перед педагогическим коллективом. Но, уважаемые родители, справиться с этим без вашей помощи нельзя. Поэтому все, кто стоит сегодня на этой площади, это единые участники единого образовательного процесса. День знаний отметили и в пятой общеобразовательной школе. В новом учебном году учреждение открыло свои двери для 58 первоклассников. Я сегодня ученица первого класса учиться. И скажу я в этот день, что учиться не менее, а мечтать не дальше. Сейчас, первый раз, я чувствую вас. Семьдесят два класса вечера, дни, 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 дни. Еще вчера они были дошколятами, а уже сегодня их официально посвящают первоклассники. Такие маленькие, нарядные и счастливые. Многие не до конца понимают, что именно сейчас на торжественной линейке начинается их путь во взрослую школьную жизнь. И первые поздравления теперь уже ученики принимают от директора школы Натальи Чаловой. Дорогие ребята, сегодня настал прекрасный сентябрьский день. Я пришлю в школу, мы начинаем развить, вы готовите встречи с вами из школы, из школы, из школы и из классов. Поздравить школьников с новым учебным годом пришел председатель регионального парламента Анатолий Мяндин. Он пожелал ребятам отличной учебы, терпения и, конечно, хороших оценок. Затем вручил дипломы и подарки старшеклассникам, которые заняли первые места в окружных творческих конкурсах. Диплом будет успевать детского, детского творческого конкурса ребенка, оленей край, чумбровой воде. Дальше первое место в номинации красота оленей. Наступает самый важный и волнительный момент. Звучит первый звонок. Пройдя круг почета, ребята вместе с учителями и родителями уходят на классный час. В первом Б 27 учеников. На партах их уже ждут буквари, учебники математики и русского языка. Первоклашки с интересом рассматривают школьные книги, а родители внимательно слушают педагога. Умеешь читать или писать? Я и читать, и писать умею. А кто тебя научил? Мама. Ты волнуешься сегодня? Да. Почему? Первый раз я пришел в школу, не знаю, что здесь как. Ты же сейчас не пересел и идти в школу? И почему нет? Потому что там учат, и там буквы говорят, как называется, и читать. В этой школе не первый раз. Мы полгода посещали дошкаленок. Пришли в этот класс уже к знакомому нам учителю, к Ольге Владимировне. Очень рады, что она будет нашим педагогом на предстоящие три года. Ольга Прилукова в своей профессии 23 года. Этот класс у педагога уже шестой. И, как признается Ольга Викторовна, День знаний для нее всегда незабываемый праздник. Праздник от общения с коллегами, с детьми. Очень много позитива. От детей ведь идет очень много светлой энергии. Вот как будто бы заряжаешься этой энергией. Как-то вот радостно, на душе становится весело и вообще прекрасно. Людмила Сидейская, Олег Хатанзейский, Сергей Качегов, Леонид Шишелов, Телеканал Север.